А мы встречаем нового гостя Матвей Фролов, ученик 6 класса, точнее, только-только туда перешел. Он любит читать. Матвей, привет! Ты знаешь, мне кажется, ты очень редкий человек, вот мало кто из детей сейчас любит читать. Ты один такой или твои друзья тоже? Конечно же, мы с моими эндоклассниками часто посещаем школьную библиотеку, но когда приходим в школу, мы общаемся о почитанных книгах, делимся информацией и советуем... Впечатлениями, да? Да, да. Советуем разные произведения друг к другу. Но и в интернете, конечно, мы ищем разную информацию о книгах или новые книги, которые мы уж не прочитали. Расскажи, с какого возраста ты читаешь и что предпочитаешь? Это научная литература, фантастика, может быть? Вообще, моя история с библиотекой началась очень давно, когда мне было всего лишь 3 года. Моя бабушка отвела меня в библиотеку имени братьев Игнатьевых. И я помню, как я был горд, когда мне вручили читательский билет. Представляете, такой документ важный в малом возрасте. Но читаю я, мне кажется, достаточно давно, лично сам. Еще, наверное, до школы я, наверное, пытался читать буквы, и мои родители пытались мне привить это увлечение. А как они пытались привить? Ну, мы по вечерам или днем читали вместе. Я помню, как я и любила, чтобы один параграф или главу, или параграф в эксклопедии прочитала мама или я, а потом папа, ну, то есть по очереди. Все вместе читали, да? Угу. Молодцы какие. Ну, а расскажи, самая твоя любимая книга, о чем она и к какому жанру относится? Я больше всего люблю книги о приключениях. И самое такое интересное для меня, это приключения Геи Валерия Финна и Тома Сойера. Мне нравятся какие-нибудь там приключения. И в детском возрасте у них происходит очень много ситуаций, которые страшные, смешные, иногда непонятные и загадочные. У них есть чему поучиться, согласитесь. Ну, да. У них разные есть возможности. И все же у них есть иногда какие-то привычки, которые вредные. К примеру, они хотят стать пиратами или хотят красть девушек и заставлять, чтобы они любили их. Ну, понятно. А кем хочешь стать ты, если не пиратом? Ну, я хочу стать архитектором. Архитектором? Да, я люблю рисовать. Ну, ты же пробуешь себя в роли ведущего, да, вот насколько я знаю? Ну, да, это мне тоже очень нравится. Но ты хочешь все равно архитектором? Ну, да. Я люблю, в принципе, общаться с разными людьми, как-то обсуждать разные темы. Но все-таки мне как-то очень близко в том числе и архитектурные, какие-то всякие способности. В конце концов, можно ведь и совмещать, правда? Да, конечно. Будет телевидение, а, допустим, работой станет архитектура. А скажи, как ты к этому идешь? Как ты способствуешь тому, чтобы развиваться в этом направлении? Может быть, что ты читаешь по теме? Ну, у меня есть книга об архитектуре, и я хожу в школу искусств на протяжении уже пяти лет. Вот молодец, молодец. А я, знаешь, еще что хочу спросить? Вот Денис спросил про твою любимую книгу. А какие книги тебе, наоборот, не нравятся? Ну, я не очень люблю романы. Это с возрастом придет. Тебе пришло? Уже пришло и ушло опять. Сказки я, в принципе, люблю, но не очень люблю сказки, где много каких-то песен, которые слишком детские. А школьную программу? Ну, школьная программа, у нас в учебниках очень много интересных произведений, которые я еще не читал, и которые я уже успел ознакомиться с ними. А ты вообще хорошо учишься в школе? Ну, да. А предмет какой любимый? Наверное, география и математика. А литература как же? Ну, литература тоже, но как-то мне тоже. Ну, тоже интересно, но если честно, я больше люблю эти предметы. Матвей, прости, я не помню школьную программу в том смысле, что в шестом классе вы уже классику читаете, да, русскую? Ну, я же не перешел в шестом классе. Ну, а в пятом, окей, в пятом читаю. Ну, русскую классику, да, у нас есть несколько параграфов о русской классике и о зарубежной. Ну, а что вот последнее изучали, ты помнишь? Ну, последнее у нас по литературе была тема зарубежная литература, в особенности литература Америки. То есть Марк Твелл, он же написал «Приключения дома Сойера» и Гейга Валерия Фина. Ага, ты как раз читал и для удовольствия, и потому что... Нет, естественно, я прочитала задолго до этой темы, как мы начали изучать эти две книги, но я опять же с ними еще раз пообщалась, с этими книгами, опять проникся в их историю и в эту атмосферу. Погрузился в этот мир, да? Отлично. А скажи, пожалуйста, сам ты пробуешь что-нибудь писать в направлении, ну, кроме, конечно, школьной программы, кроме там сочинений, изложений? В начальной школе нам учитель задавал писать стишки, нам давали рифму из двух слов, и мы должны были написать небольшое стихотворение, но у меня иногда получалось, но редко, потому что я не писатель. Отлично, отлично. Да, и еще расскажи, пожалуйста, вот в библиотеку вы же ходите, да, с одноклассниками, с товарищами, кроме чтения, чем вас еще туда можно привлечь? Ну, может быть, лично меня могут привлечь какие-то красивые иллюстрации, все-таки я люблю рисовать, я могу посмотреть в книговых картинки, которые там изображены, и что-то придумать свое, или рисовать картинку для заточки мастерства. А современные технологии как-то в вашей библиотеке уже встречаются? Я имею в виду, ну, допустим, пользуешься ли ты электронными книгами, там, с планшета, например, читаешь? Как, на твой взгляд, лучше читать? Да, бумажную или электронную? Ну, я люблю этот запах старых книг. Моя бабушка мне подарила старые книги, которые у нее сохранились, и я люблю этот запах. Ну, конечно же, если по мобильности, то в плане электронной книги она будет более удобна, но все-таки глаз иногда устает, и читать все-таки удобнее книгу, которая написана бумагой. Матвей, напоследок еще один вопрос. Что ты можешь посоветовать твоим сверстникам, которые книг не читают? Ну, почитать, попробовать, должно их влечь. И если их не так уж и интересует, то, может быть, они посмотрят книги, которые с иллюстрациями. Если все-таки ты и сам представляешь картину, но тебе еще что-то помогает художники, которые уже изобразили мир, который они сами представляли по этой книге. И им это может помочь как-то заинтересовать, может быть. Ясно. Спасибо большое. Спасибо, Матвей. У нас в гостях был Матвей Фролов, ученик шестого уже класса, любит читать. Возможно, самый читающий ребенок Кубани.